Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами я, Лего Сталл номер один. И сегодня у нас обзор на Лего Бернингл 2016 второе полугодие. И это у нас Экиму The Mask Maker. Значит, я живу в Санкт-Петербурге, и у нас пока еще их нету. Но мне улыбнулась сама удача, и на авито я откопал аж целых три набора, и каждый стоимостью по 500 рублей. Но, я говорю, мне улыбнулась удача. Я, естественно, купил все, что было, именно три набора. Вот. И готов вам показать обзор на Экиму для начала. Итак, давайте посмотрим. У нас здесь есть Экиму Самон в такой вот броне новой и в виде то такого. Также тут написано Лего Бернингл и маска контроля Макуты. Далее тут написано Экимус The Mask Maker и рекомендованный возраст по сборке от 7 до 14 лет. И артикул данного набора 71312. То есть вообще большие артикулы стали. Далее. Экимус стоит на маске Охотника Уморока красного цвета. Кстати, мне это очень понравилось. На задней стороне коробки у нас есть вот здесь, значит, функции всякие. То есть у него аж два механизма. Многие делали в своих самоделках. Объединяли механизм поворота таза и механизм поворота руки. И все-таки леговцы сделали этот механизм сразу в одном наборе. Вот. Это механизм руки. Это механизм таза. Это Экимус может устреливать своей прозрачной маской. Это его, опять же, прозрачная маска один к одному. То бишь, то же самое, что и в реальности. И тут вот есть такой комикс, который я вам покажу в инструкции. Теперь посмотрим на эту инструкцию. Инструкция данного набора, точнее, картинка на инструкции абсолютно идентична картинке на самой коробке. Итак, тут у нас ничего неинтересного. Просто обычная сборка. Давайте перейдем к самому интересному. Ну, перечень деталей. Я думаю, это и так понятно. Дальше офигенный, просто красивый постер. И комикс. Посмотрите комикс. Потому что он достаточно прикольный. Далее у нас все наборы, точнее, не все. Все, кроме Экиму, наборы данного второго полугодия. Итак, кого же у меня нету? У меня нету Умарака, Разрушителя. И нету Монстра с землетрясений. И все. А все остальные есть. И этот ужасный комбайн. Здесь, значит, у нас есть Таху, который говорит «Выиграй». Теперь посмотрим, наконец-то, наш долгожданный набор. И это наш Экиму Маскмейкер. Который, к сожалению, не без минусов, но, естественно, минусы в конце. Вот. Давайте вообще посмотрим на его оружие для начала. Итак, наш Экиму вооружен вот таким вот молотом, который явно апнулся. То есть, ну, сами посмотрите. Он стал намного больше. Появилась длинная рукоятка. Новая деталь прозрачного синего цвета. И я не знаю, зачем сюда леговцы прибамбасили. Вот такую вот деталь, которая, кстати, очень хорошо используется на колене в самоделках. Вот. В общем, вот так вот эволюционировал молот. Он стал довольно мощный. И им уже можно не просто делать маски, а можно еще и дать кому-то по балде. Например, какому-нибудь бисту. А именно монстру. Я имею в виду. Далее у Экиму есть его щит, опять же. Но, по-моему, если меня не обманывает память, в первом Экиму, который еще коротышка, как его Бутин называл, лезвие было серым. А тут лезвие голубое. Это мне нравится. Ну, оно тут по цветовой гамме неплохо входит. Также непонятно, для чего вот это вот сделано. Да. Ну, тут есть какой-то минус. Ну, потом. Ну, значит, лезвие само крутится. И это как функция набора считается. Хотя я бы не посчитал. Вот. Вот такое вот оружие Экиму. То есть он уже может полноценно драться, а не просто пытаться что-либо сделать. Теперь посмотрим на ноги. Ноги выполнены совсем простым образом, как и у всех наборов LEGO Bionicle 2015-2016. Значит, обычная система CCBS, которая очень хорошо гнется, с отличной подвижностью. Значит, обычные щитки тут закрыты вот такими вот золотыми элементами. И также Экиму имеет золотые ступни. У меня, кстати, есть. Но вообще, золотые ступни довольно редкие и могут пригодиться для ваших самоделок. Теперь я предлагаю посмотреть на принты. На самые главные принты, которые находятся у него на самом теле. А прежде посмотрим на конструкцию Экиму. То есть это не просто CCBS. Это тут даже есть техник, как мы видим. Вот такие вот элементы, чтобы держать вот эти дополнительные, дополнительную броню. И вот похожая конструкция, как у Вейдера. Ну, то есть такие детали тоже у него стояли. Вот. Теперь посмотрим на наш... На нашу броню. Значит, что хочется сказать. Она по форме, она такая же, как и у ТО. И она прозрачная. Да, то есть у всех остальных... У всех остальных были непрозрачные. А тут прозрачная, и это довольно прикольно. Вот, тут даже через принт видно. Принты тут довольно красивые. Тоже золотые, естественно. Тут мне, если честно, непонятно, что нарисовано. Тут какие-то... Что-то из верёвок сделанное. И красивые какие-то шифры. Как и на маске Экиму. Вот. Теперь я предлагаю посмотреть на руки. Важно заметить, что руки Экиму не идентичны. Тут мы имеем два полностью прозрачных сустава и один золотой щиток. Тут мы имеем только один прозрачный сустав и один серый сустав, но также золотой щиток. То есть руки у Экиму не идентичны. Далее. Мы имеем вот такие вот плечи Экимы, которые сделаны очень прикольным образом. Ну, я думаю, понятно, да? Вот такой прозрачный щиток и щиток, какой был у Экиму 2015 года. Вот. Кстати, эти дали очень редкие, и они мне очень нравятся. Кстати, о маске мы поговорим потом, поэтому не думайте, что я о ней ничего не скажу. То есть вот такие руки, нормальные руки. Теперь предлагаю взглянуть на спину Экиму. Итак, она меня довольно порадовала, потому что легоцы туда поставили, вот именно закрыли полностью спину. Поставили туда вот такой вот щиток. Но он здесь смотрится очень хорошо. Теперь я предлагаю посмотреть на функции набора. Для начала тут есть две основные функции. Я уже про них говорил. Давайте посмотрим. Это функция наборов 2016 года первого полугодия. То есть это поворот тазом. Значит, точнее телом. Кому как удобно. В общем, что мы из него крутим, и Экиму может поворачивать своим тазом. Следующая функция у нас из 2015 года. Я думаю, вы все уже поняли. Мы должны покрутить за винт, чтобы наш Экиму поднял свою руку и ударил молотом. Ну и последняя, и так всем понятная, функция данного набора. Это вылетание маски с самой головы. Теперь я предлагаю посмотреть на маску поближе. А заодно и с маской мироздания Экиму мы посмотрим на маску охотника Ума Рака, только в красном цвете. Давайте сначала глянем на маску мироздания Экиму. Так вот, эта маска просто офигенная. Она может подойти к самоделке, может не подойти. Но мне нравится, что она прозрачная, особенно при свете дня. Мозг очень красиво виден через эту маску. И получается такое красивое сочетание приливающегося зеленого и синего цвета, голубого. И это мне очень нравится. Также эти же письмена остались на рогах маски. Когда маленькому Экиму эта маска совершенно не шла, я имею в виду про обычную золотую маску Экиму, то эта маска мироздания уже идет Экиму в 2016 году. То есть она тут уже в тему. Я думаю, вы поняли. Естественно, крепление. Не так понятно, да? Новое крепление. Теперь посмотрим на маску Ума Рака. Маска Ума Рака мне тоже очень понравилась. И она выглядит довольно зловеюще. Давайте на нее посмотрим. Итак, она особо ничем не отличается от обычной маски Охотника Ума Рака. Только она Ясиньпень в красном цвете. Естественно, крепеж такой же. Очень красивые здесь принты. И также прозрачный красный цвет, от которого очень сложно оторвать глаз. Ибо он очень красивый. Да. То есть маска тоже не уступает Экиму. И выглядит очень круто. Если честно, ее даже можно принять за маску Макузы. Вот, видите? Две противоположности. Две маски тоже прозрачного цвета. Только одна принадлежит злодею. Одна принадлежит герою. А теперь самое неприятное для всех. Минусы. Давайте начнем. Во-первых, это ноги. Которые совершенно плохи. Во-первых, они диспропорциональны только из-за того, что они очень мало обвешаны. И выглядят дохленько по сравнению с накачанным телом Экиму. То есть у самого Экиму, видите, огромные такие наплечники красивые. Такой вот грудак тоже красивый. Много оружия всякого. И грандиозная маска. В то время как ножки, они маленькие и незащищенные. И сует мне сделать вот так. И вы поймете, что, блин, так эти ноги вообще не вписываются. Но это лишь мое мнение. Оно может абсолютно не совпадать с вашим. Кстати, надо вот реально самому взять и купить, чтобы увидеть это. То есть ножки, они выглядят очень слабенько, худенько. И про них только и хочется говорить ножки. Вот. Далее. Опять же, проблемы тоже с пропорциями. Это руки. Носоком мы все знаем. Да и в самоделках везде. Руки, ну, не должно быть так. Руки должны быть вот примерно вот досюда. Как видим, они досюда не доходят. То есть даже если выпрямить. Смотрите. Аккум могу показать, что эти ножки, они очень слабые. Вот. Если я опущу, мы видим то, что, ну, они явно маленькие. Маленькие. То есть он выглядит перекачанным. Вот. Но это всего лишь мое мнение. И оно может не совпадать с вашим. Поэтому прошу не злиться по этому поводу. Ну и второй минус. Ну и вот это вот крепление. Это крепление, оно просто ужасно. Слишком большое расстояние между пилой и между самой рукой образуется. То есть размером с палец. Естественно, с палец невзрослого человека. Это, я думаю, и так понятно. Вот. То есть это слишком большое расстояние, которое, естественно, выглядит некрасиво. Да. Вот. На самом деле, очень мало кто меня понял насчет этих ног. Потому что надо только купить, чтобы самому убедиться, что эти ноги, ну, не очень подходят Акиму. Я полностью могу быть уверен, что очень многие с моим мнением не согласятся. Но у всех людей мнения разные, естественно. Вот. Я колеблюсь между 7 и 8 баллов из 10 вот к этому Акиму. Я не знаю, что ему ставить. Пускай-то так и зависит между 7 и 8. Я вообще, в принципе, не люблю давать оценку наборам. Вот. Ну, а с вами был Лего Стал номер 1. Делал обзор на Акиму. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok